Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский дневник очень многодетной мамы и канал Мать-Героиня. Мои хорошие последние сводки с полей. Напоминаю вам о том, что у меня появился телеграм-канал, ссылочку на него обязательно закреплю в комментариях. Ну что ж, мои хорошие, Шурика нашли, да, Зина, Диванчик и ее ребята нашли Шурика. В общем, у Зины Диванчик в ее телеграм-канале появилась новость о том, что Шурик, оказывается, действительно от Лельки свалил на вакту. Ну не знаю, то ли сам свалил своими, как говорится, пока еще на своих двоих, да, то ли Лелька его того ушла. Хотя, если честно, в этом не верится с трудом, но нет, она может, конечно же, может сделать такой, знаете, знак, как говорится, ход конем, да. Вот я тебе покажу, не будешь там делать то-то, то-то, я тебя, значит, выпровожу отсюда и так далее. Ну, такой, знаете, в воспитательных целях, да, дабы перевоспитать Шурика. Хотя, ну, любой взрослый человек прекрасно понимает, что уже мужчину в этом возрасте перевоспитывать поздно. Как говорится, что выросло, то выросло. В общем, друзья мои, у Зины Диванчик сегодня в телеграм-канале появилась новость о том, что 6 сентября, ну, вроде 6 сентября, но я думаю, день там не суть важна, он еще работал на вахте в Москве, в Москве, насколько я понимаю, да, в Москве, да, в Москве, на территории госпиталя Бурденко строил там какой-то объект и находился там на вахте. Короче, все, кто хочет посмотреть, что там, туда-сюда, зайдите в телеграм-канал к Зине Диванчик, я думаю, все прекрасно знают, ну, и, собственно, там найдете эту информацию. Знаете, что я хочу по этому поводу сказать? Немножко хочу по этому поводу порассуждать. Ну, согласитесь, когда поберуха последнее время, да, и вот с тех самых пор, когда она в очередной раз призналась, что опять состоялся уход Шурика, да, она опять изгнала Шурика из своего дома, мол, нафиг не нужен нам такой мужчина, он и себя не может содержать, и дочку не может, и меня не может, и туда и сюда, и мы поняли, что мы все-таки просто так родители варенькие, но ни мужчина, ни женщина, и нет между нами больше никаких взаимоотношений. Это те разговоры и слова, ну, немногие из тех слов, которые мы слышали от Лельки. Но, друзья мои, согласитесь, очень нас с вами все-таки настораживал тот самый момент, по какой же причине поберуха не поливает Шурика грязью. Много раз я сама об этом говорила, что не верю в то, что Шурик ушел, да, я говорила, не верю в то, что Шурик ушел от поберухи, по той простой причине, потому что, если бы он ушел, и, как я всегда говорила, если бы она для себя поставила уже окончательную точку в их взаимоотношениях с Шуриком, на него бы точно так же полились бы ушаты грязи, как они льются по сей день и на Женю Бе, и на Бориса. И мы все это прекрасно понимаем. Ребят, глядя на ее сегодняшнее, знаете, поведение, сегодняшнее не в смысле сегодня, да, а вообще я имею в виду на ее последнее, вот последнее время на ее поведение, как она себя ведет, да. Я же не просто так сегодня выкладывала с утра в обед, да, вернее, ролик о том, как она опять начинает заигрывать с этими строителями, как она, значит, там перед ними туда-сюда, как она отвечает голоском, прям как будто, знаете, работает вот кекс по телефону и так далее, да. То есть видно сразу, что баба находится в стадии охоты, ну, это я говорю относительно самой поберухи. Но она из той категории женщин, которые без мужчин вообще не могут, то есть один ушел, другой должен прийти тут же и занять место вот того ушедшего. То есть у нее вот так вот, да, она не может без мужчины, она же говорит, без мужчины это не семья, да, то есть то, что есть там 10-11 детей, это не считается, это не берется в расчет, а вот если мужчины нет, значит, это не семья. То есть для нее понятие семьи, да, это тогда, когда есть рядом мужчина, неважно кто, лишь бы кто-то был. Она прекрасно понимает, опять же, что за ней очередь не стоит, да. И вот то, как она себя сейчас ведет, то, как она перед каждым мужиком свой хвост распускает, то, как она пытается все-таки сейчас за собой периодически нет-нет, да и ухаживать, да, то, как она туда-сюда, значит, привечала даже Женю Б, да, пригласила, разрешила прийти на день рождения Даниила и так далее, это говорит о том, что действительно, возможно, она сейчас осталась одна. Ну, потому что, когда она находилась рядом с Шуриком, она как-то, она вообще на себя плевала, да, она даже кудри особо-то там никогда не крутила, а сейчас вот это вот начала, тут, знаете, то с Гришей, то с этими работниками, то тут Женю Б пригласили и так далее. Не знаю, ребят, не знаю, по какой причине, если Шурик туда поехал, по какой причине он поехал на вахту, да, но опять же, может быть, поссорились и так далее, но я так понимаю, у них такие взаимоотношения качели, да, то все хорошо, то все очень плохо, Лельке хочется невозможного, поберухе хочется видеть рядом сильного мужчину, она хочет видеть от Шурика поступки, хочет, чтобы он зарабатывал деньги, хочет, чтобы она могла на него опереться, а Шурик не такой человек, он просто другой, он не может дать ей то, чего она хочет, потому что он изначально другой, и она изначально это понимала и принимала правила игры. Потом, когда ей это надоедает, она его вот так вот периодически может нет-нет да выгнать, но всегда держит его при всем при этом на коротком поводке. Я вот нисколько не сомневаюсь, да, а вот у Зины диванчик нашли как раз-таки Шурика, да, о том, что он был 6 сентября на вахте, ребят, я не знаю, сколько еще таких вахт будет у Шурика, знаете, на неделю, на 2 недели куда-то пришел, ушел, потом Поберуха его тащит обратно. Это вот такие отношения, потому что она прекрасно понимает, что опять же он ушел, а очереди из мужиков не стоит, а очереди нет, а хочется опять мужика, опять мужик нужен и начинает его опять всякоразно тащить обратно. Он как телок идет, потому что на него тоже, знаете ли, особо очереди не стоит, да, да, да тут еще и ребенок появился, ведь Поберуха же решила его удержать ребенком. Ну, как известно, мужчину ребенком, да, и ребенком, и двумя детьми, и десятью детьми точно не удержишь. Ну, Шурик, вот он сам по себе вот такой вот, знаете, не из тех мужчин, которые будут что-то делать самостоятельно и самостоятельно принимать решения. Но могу сказать точно одно, хотя опять же мы с вами исключительно всегда только предполагаем, да, с уверенностью может, как я всегда говорила, сказать исключительно только Поберуха. И те члены семьи, которые с ними там, ну или не семьи, или там работники, которые там с ними на короткой ноге, да, те, кто проживают там в доме у них в Туровке, да, мы можем предполагать, а знать наверняка могут только они всю эту информацию. Но в любом случае я уверена, что Лелька для себя вот там вот где-то в мозгу, ну если он есть, еще не поставила окончательную точку в отношениях к Шурикам. Вот как только, ребят, она ее поставит, больше не будет таких слов. Пусть сам, мы отдельно, Саша отдельно, я не буду поливать его грязью. Помните, как она сказала? Я ему обещала, что мы разойдемся хорошо, что я не буду про него говорить плохо, да. Говорила поберуха, и мы с вами разводили руками и говорили, ну как так? Ну почему про отца семерых детей, да, про Женю Б можно говорить грязные вещи, грязные слова? Почему Бориса можно вспоминать, который был уже тысячи лет тому назад, да? А почему про Шурика нельзя? Все очень просто, потому что все равно еще его до конца не отпустил. Вот когда отпустит окончательно, вот тогда тоже Шурик на себе прочувствует всю ту любовь и всю ту благодарность, в кавычках, которую Лёлька в свое время, да, опускала и продолжает опускать и поливать Женю Б и Борис. У него будет все то же самое. Это просто был такой момент, когда она взбрыкнула. Помните, она сказала, вот мы созванивались, он там позвонил, а я сказала, все, имей в виду, что даже если ты приедешь сюда, ты только приедешь как отец Вари, это был ее шантаж, ее манипуляция. В данном случае, да, она сказала, но не думай, что здесь ты будешь ночевать в моем доме. То есть она уже ему дает понять, что если ты не будешь продолжать плясать под мою дудку, то хрен, как говорится, там ничего тебе здесь больше не обломится. Ну, опять же, ребят, знаете, жить с такой женщиной, как она, это все равно, что жить на пороховой бочке. Это такая женщина, которой всегда и всего будет мало. Вот даже если бы он там зарабатывал там 100 или 200 тысяч, да, и приносил бы ей эти деньги домой, да, или 300 тысяч, она всегда бы говорила, мало, 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 не хватает, давай еще. Она та самая старуха из сказки о золотой рыбке, которая вечно всем недовольна, которая в итоге, да, по итогу все равно вернется, друзья мои, к своему разбитому корыту. Когда это будет, да, неизвестно, но так будет. Я так думаю, что, скорее всего, так когда-нибудь случится, потому что, ну, понимаете, тут как бы вот все-таки надо что-то уметь ценить в этой жизни. Лелька не научилась ничего ценить. Она не умеет быть благодарной. Она не умеет благодарить каждый прожитый день. Она не умеет благодарить за то, что появилось сейчас в ее жизни, да, за то, что она, по крайней мере, не живет так, как она жила там 10 или 15 лет тому назад. Она не умеет ценить абсолютно ничего. И для того, чтобы что-то понять, да, что-то начать ценить, надо это потерять. И вот когда она потеряет, она поймет, что то, что она имела, она это не ценила. Так что, ребят, все возможно, что Шурик периодически будет появляться, да, пропадать, уезжать, вернее, благодаря Лельке, да, которая будет давать ему пинка под зад, он будет уезжать на какие-то вахты, ну, типа, доказывать, что он что-то может. Поберуха, понимая, да, что за ней очередь не стоит из мужчин, будет тащить его обратно за этот короткий поводок, пока кто-нибудь все-таки не сорвется. Либо пока Поберуха окончательно не поймет, что это не герой ее романа, да, и появится, может быть, какой-нибудь там мужчина, который будет ее, так скажем, удовлетворять намного лучше, нежели Шурик, да, в разных моментах. Либо, может быть, Шурик проявит, хотя нет, Шурик слишком мягкотелый. Он слишком, знаете, вот такой вот мужчина-телок, который никогда, никогда не скажет свое четкое нет или да. Вот никогда, у него нет характера. Может быть, появится просто еще какая-то женщина на горизонте у Шурика, которая проявит характер, да, и, собственно, посадит его где-нибудь рядом с собой, и тогда у них уже произойдет разрыв с Поберухой, да. Но, опять же, это всего-навсего мои предположения, то, что, да, то, что может быть, опять же, это же жизнь, да. И тогда уже, тогда уже они разойдутся окончательно с Поберухой, и тогда она начнет его поливать грязью, потому что у них уже есть совместный ребенок, и это Варя. Это 100%, да. То есть, и она будет говорить, вот, не содержит, вот, алименты не платит, вот, ни туда, ни сюда, вот такой козел. В общем, все, что мы сейчас слушаем в адрес Женьки Б и в адрес Бориса, вот это все Лелька выльет на плечи и на голову Шурика. А пока она об этом не говорит, а пока она сказала, я пообещал ему ничего плохого в его адрес не говорить, это значит, у них все равно неразорванные отношения. И это вот, я думаю, что, ну, как бы, правда, правда такая и есть. Ребят, вот такой у меня получился обзор болталка. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока, и, конечно же, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok